Друзья, приветствуем вас на канале CryptoCommons и в сегодняшнем выпуске Ньюсблок Крипто. ФРС США сообщила свое решение по поводу поднятия процентной ставки, а также дала очень важный намек. Coinbase все-таки открывает платформу за пределами США и в этот раз это Бермудские острова. Очередная жертва регуляторов. Биржа Битфлайер была оштрафована регулятором Нью-Йорка за нарушение законов. Стандарт токенов Биткоин БРЦ-20 становится новым направлением для токенов-мемов. И в завершении нашего выпуска анализ ситуации по рынку от Кевина Свенсона. Оставайтесь с нами. Федеральная резервная система повышает ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, сигнализируя о возможной паузе. Данный шаг был предпринят во время того, как Центральный банк США упорно борется с высокой инфляцией и одновременно с чередой громких банкротств банков. Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США ФОМС в среду продолжил свою более чем годовую серию повышения ставок, подняв ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до целевого диапазона от 5 до 5,25%. И хоть данное решение ФРС было достаточно ожидаемым, инвесторы и трейдеры искали в сопроводительном политическом заявлении и пресс-конференции председателя Джерома Пауэлла информацию о том, не собирается ли Центральный банк сделать паузу после исторической серии повышения ставок, в результате которой она по федеральным фондам поднялась с 0% в начале 2022 года до сегодняшних 5,25%. Несмотря на то, что инфляция снизилась практически с двузначного уровня год назад до текущего уровня около 5%, она остается значительно выше целевого показателя ФРС в 2%, что указывает на необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. При этом ФРС ведет войну на два фронта, и ее повышение ставок, возможно, помогло выявить проблемы с балансами в ряде банков США. В минувшие выходные произошла последняя из серии банкротств кредиторов. 12-му по размеру активов банку страны First Republic Bank потребовалось совместное спасение со стороны Федеральной корпорации страхования депозитов и банка JP Morgan. Итак, Coinbase теперь на Бермудах. Ведущая криптовалютная биржа Coinbase объявила о запуске торговой площадки на Бермудских островах, которая будет предоставлять услуги институциональным пользователям, находящимся за пределами США. В последнее время компания присматривается к другим странам для переезда из-за нормативных препятствий в Америке. Coinbase, единственная публично зарегистрированная криптовалютная биржа, недавно поставила перед собой задачу развернуть свою деятельность за пределами США из-за неопределенности регулирования, которое по-прежнему вызывает беспокойство в стране. Биржа Coinbase International уже работает и доступна для неамериканских институциональных клиентов. Они уже могут торговать бессрочными фьючерсами по биткоину и эфиру, в то время как все транзакции будут производиться в стейблкоине USDC. И хотя Coinbase заверила, что по-прежнему привержена США, она подчеркнула, что другие страны признали потенциал отрасли и ввели для нее соответствующие правила. И еще одна криптобиржа Gemini раскрыла планы по расширению за пределами США. Компания, управляемая братьями Winkelvoss, открыла новый инженерный хаб в Индии, в городе Гургаон. Одной из наиболее вероятных и весомых причин, по которой криптовалютные компании покидают США, является Комиссия по ценным бумагам и биржам США, агентство, которое вызывает головную боль у многих бирж у себя на родине. В марте этого года регулятор значительно усилил свою активность и выпустил уведомление Wells в адрес Coinbase. При этом генеральный директор биржи Coinbase Брайан Армстронг, похоже, не беспокоится об обвинениях и заявляет следующее. Хотя мы понимаем, что всё это является частью пути к реформированию нашей финансовой системы, мы правы по закону, уверены в фактах и приветствуем возможность для Coinbase и, соответственно, для более широкого крипто-сообщества предстать перед судом. В общем, хороший крупный камень в чашу весов против Гэри Гэнслера, которого, как мы помним, представители в Конгрессе раскатали буквально в лепёшку, и ситуация вокруг которого определённо скоро нам даст новые интересные новости. Американская криптобиржа BitFlyer попала под раздачу Криптобиржа BitFlyer США была оштрафована Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк за нарушение правил кибербезопасности. При этом сам департамент признаёт усилия криптобиржи по улучшению своей программы кибербезопасности до конца этого года. Регулятор Нью-Йорка заявил, что BitFlyer США не полностью соблюдает регламент о кибербезопасности. Кроме того, бирже не удалось создать и поддержать эффективную программу кибербезопасности с помощью письменных политик в соответствии с регулированием виртуальных валют. Регулятор также попросил криптобиржу улучшить свои программы кибербезопасности до 31 декабря 2023 года. В последнее время Департамент финансовых услуг штата США придерживается строго регулирующей позиции в отношении рынка криптовалют, налагая штрафы и применяя меры против криптокомпаний. Фактически, действия регулятора Нью-Йорка против Paxos вызвали серьезные проблемы для Binance после того, как в феврале он запретил выпуск BUSD. Из-за строгой позиции регулятора подверглись штрафы такие биржи, как Coinbase, BitPay и Robinhood. Кроме того, регулятор ввел положение об оценке виртуальной валюты для того, чтобы собирать надзорные комиссии с лицензированных криптовалютных компаний, которые работают в штате Нью-Йорк. Никто не помнит, разве это называлось некрашеванием некоторое время назад. Встречайте, токен BRC20 на базе блокчейна Биткоин. На прошлой неделе рыночная капитализация токена BRC20 выросла на 600%, а объем транзакций превысил стандартные транзакции в сети Биткоина. Стандарт токенов Биткоин BRC20 стал последней тенденцией в крипто-экосистеме, а особенно после роста в последние месяцы мемкоина Пепе. В общей сложности было выпущено 8500 различных токенов с использованием стандарта BRC20, причем большинство этих токенов BRC20 являются мемкоинами, такими как Пепе и Меметик Меме. Простите. BRC20 это экспериментальный стандарт для блокчейна Биткоина по образцу ERC20 Ethereum. Он позволяет программистам создавать и отправлять взаимозаменяемые токены через протокол Ordinals. И хотя стандарт токенов BRC20 создан по образцу ERC20, он принципиально отличается от своего аналога на основе Ethereum. Токены BRC20 не используют смарт-контракты. Стандарт токенов также требует биткоин-кошелек для выпуска и торговли этими токенами. Стандарт токенов BRC20 был создан в начале марта анонимным блокчейн-аналитиком по имени Domo. Идея состояла в том, чтобы сделать возможным выпуск и передачу взаимозаменяемых токенов в блокчейне Биткоин. Лихорадочная активность с токенами BRC20 затмила количество транзакций в оригинальном блокчейне Биткоина. В период с 29 апреля по 2 мая доля транзакций BRC20 составила более 50% общих транзакций в сети Биткоин, таким образом превысив количество транзакций с самим Биткоином. Безумство, происходящее с мемкоинами, было заметной проблемой в блокчейне Ethereum, но с появлением стандарта BRC20 аналогичная тенденция наблюдается и в блокчейне Биткоина. Но будьте крайне осторожны вкладывать свои средства в такие проекты. Несмотря на потенциально возможные невероятные иксы, риск потерять свои средства здесь невероятно велик. И завершает наш выпуск аналитика и наблюдение по рынку от Кевина Свенсона. На примере папы этого рынка Биткоина. Взяв за основу папу крипто рынка Биткоин, Кевин с нами поделится своими ожиданиями. Давайте послушаем это полутораминутное выступление. Но этот восходящий низ на самом деле гораздо важнее, чем на первый взгляд кажется. Если мы посмотрим на дневной график, то этот восходящий низ обеспечивает наш тренд, наш параболический тренд, который мы обсуждаем на протяжении месяца, и который Биткоин все еще поддерживает. Если же мы упадем ниже этого уровня, этого низа на 27 тысяч, если Биткоин пробьет его вниз, или же если он это сделает в будущем, то это будет достаточно плохо. Но все еще сохраняется возможность, что параболический тренд растянется в будущее. Но у нас появится много вопросов относительно всей этой идеи. Но в настоящий момент этот плотный уровень с этим восходящим низом сохраняет удержание нашей формации в виде параболической кривой. Но если мы не сможем удержать эту поддержку, то я буду ждать очень резкое падение. Мы можем посмотреть на закрытие недельных свечей как на зону интереса. Это зона 24200. Это возможная зона, так как у нас здесь есть закрытие двух недельных свечей. Прямо в этом диапазоне, буквально на вершине каждой из свеч. С августа 2022 и февраля 2023. Это довольно большая зона, и если Биткоин все-таки в нее провалится, не удержа уровень 27 тысяч, то очень вероятно, что мы основательно нырнем прямо в эту зону. Что также будет, скорее всего, экстремально хорошей зоной для покупки. Потому что я считаю, что тренд баланса спроса и предложения сохранится. Вот такая ситуация. И даже с учетом недавнего падения и значительной волатильности в последние недели, крупная картина на дневном таймфрейме выглядит довольно здоровой. Но итоговое решение вы, конечно же, принимаете сами. На этом мы с вами прощаемся. Желаем вам отличного трейдинга и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова